Гоп-стоп Ты видишь это все в последний раз Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте Из этого комичного, ну не обращайте внимания, певец из меня еще тот Представление наверняка все уже поняли, что сегодня будет на обзоре, ну если не Ну вряд ли единственный, но один из первых безопасных станков, безопасных бритв, которые были созданы специально для женщин И все это я смогу вам показать благодаря Сергею Сергеевичу Что для этого подобрано, как это, что, почем, сколько, вы на крупный план трогаете, щупаете Смотрите, ну короче все как обычно, но четко феерично Я начинаю, вы догоняйте Главный, единственный и неповторимый предмет сегодняшнего обзора это бритва Evans Fitted Hands Bag Которая производилась специально для девушек в 40-х годах прошлого столетия компании Evans Case & Co В северном Атлбора, штат Массачусетс Материал изготовления этой бриты, к сожалению, я назвать не могу Везде он гордо обозначается как металл, но размеры этой бриты, ребята, поражают Представляете, общая длина 40 мм, ну 3 десятых там еще Длина головы 22,35 мм, при ширине 12,3 мм Ручка длиной 37,5 мм, ну там 4 десятых, при диаметре, ребята, 5,46 мм Прикиньте, если у вас размеры эти не укладываются в голове, тогда я вам вот так вот помогу еще сориентировать Вот если с обычной бритвой ее поставить, то выглядело бы это примерно все так А началось это все, ну по моей вине и Сергей Сергеевич как-то спросил, Вадим, ну ты, у меня есть бритва, который ты хрен побреешься Я говорю, давай, давай, вот он и прислал вот эту вот коробочку, на которой написал Ты сказал, что побреешься, любой икс на этом, ну мы уже знаем, что это значит Вызов принят, дерзай, это не макет, это не прототип, это действующий серийный рабочий экземпляр Ну вот, ребята, за язык кто тянул, никто не тянул, вот сегодня и придется отдуваться Давайте рассмотрим ее поподробнее Поставлялась не только в таких кейсах, которые похожи на губную помаду Здесь пряталась сама бритва в разборном виде, плюс еще дополнительных два лезвия Но еще были квадратные кейсы, которые были чуть-чуть приукрашены, были похожи на небольшие пудреницы Поставлялась всегда, хоть в кейсе, хоть где, с двумя лезвиями Лезвия делались для нее специально, где-то там же, в этом Массачусетсе И в пачке, ну вот в таком комплекте поставки всегда было две штуки Но компания заверяла, если дорогие леди, вам чего-то там не хватает, и вы хотите еще лезвия Приходите к нам, пишите нам, и мы вам с удовольствием продадим еще пачку Внутри пачки будет три штуки, и стоимость этой пачки будет аж 25, мать его, центов Лезвия делались из хирургической стали Ну и сама бритва Это трехсоставной, и если не считать размеров, то вполне себе обычный станок, ну, open-comp То есть это вот гребеночка такая, посмотрите, ручка откручивалась Диаметр резьбы, я вам даже затрудняюсь сказать Не похоже, что это литье, но и на... вот если это делать на токарном, тогда я снимаю шляпу Пока это похоже на то, что это точилось Вот здесь, видите, даже бабушечка еще до конца не убралась Чтоб вам было удобно держать, вернее, ледям, чтобы было... ну, девушкам было удобнее держать Здесь даже вот такие вот накаточки есть И нижняя плита Никаких опознавательных знаков Гребеночка такая, ну, не ярко, слабо выраженная, но тем не менее она присутствует Вот с такой гребенкой я даже не знаю, как это назвать Open-comp или просто closet-comp, ну, вот какая есть, такая есть Это, конечно, не точилось, это все штамповалось Это хорошо видно даже по самой плите Но это не силумин, это брали металл Тот самый металл, где везде пишут, что металл И штамповали А вот нижняя плита, думаю, штамповалась точно так же А вот как делалась резьба На верхней плите, я имею в виду, на крышке, прошу прощения Вот это, конечно, интересно Если накаткой, то как накатывали Как вообще вот сюда вот это вот приделывали Но это, с одной стороны, можно было бы подумать, что штамповка Ну, как штамповать, чтобы были вот эти вот Ну, шпинки, понятно, а центральный, да еще и с резьбой Фиг его знает, но на литье они похожи Вот для меня пока загадка Ребята, кто с металлом на ты, вот ваше мнение Как вот это можно было бы делать Ну, как бы это не можно было, но в сороковых годах прошлого столетия В штате Массачутиз знали, как это делать и делали Ну, давайте уже вставим на конец лезвие И так, попробуем что-то из себя изобразить Так, вот это еще не раскрыто Да, похоже, что и это не раскрыто А я, по-моему, уже какой-то открывал на обзоре, нет? Вот, ребята, вы слышали, да? Щелкнуло Это мы клей оторвали Так, ну, пускай, допустим, это был, ну, хотя бы 45-й год, да? Это, получается, 55 и 20, 75 лет 75 лет вот это было заклеено И мы сейчас с вами первые, кто открывает это лезвие Офигеть Не то, что какой-то впечатлительный, но, блин, внушает Но, естественно, лезвие из галеродистой стали Дыдыщ! Вощеная бумага Вот так выглядит лезвие, пролежавшее в бумаге В упаковке 75 лет Никаких тебе следов ржавчины и прочего-прочего Так, давайте его попробуем подгрузить на крышку Фиксация происходит вот таким макаром Ох, ну, давайте попробуем рассмотреть, что он на себя тут представляет Продолжение следует... ... Вроде все правильно, вроде все ровненько. Но вот этой красотой мы с вами сегодня и попытаемся побриться. А кто же нам будет помогать? Из помазков, ребята, я не знаю, что выбрать. Если, допустим, брать ему в тему малютку, это вот самое маленькое, что у меня есть, покор. Ну и то это будет как-то выглядеть, сами видите, да? То есть достаточно громоздко. Но не буду я это брать, потому что работая таким помазком, потребуется время. А тут, сами понимаете, маленький станок, тут нужно будет делать все быстро. Поэтому я взял самое большое, что у меня есть. Это кент. Опа, вот так. Пур, баджер. Ну и посмотрите, как это выглядит. Вот так, наверное, будет правильно. Вот, смотрите. Ну, почти как моська и слон. Вот такой комбинацией попробуем сегодня изобразить. Группа поддержки. Ну, конечно же, сегодня будет прораза в полном своем боевом облачении. Во-первых, это возьмем пришейф, потому что брить с таким станком, сами понимаете, нужно максимум подготовки. И без пришейва никак не обойтись. Это не единственный мой пришейф, но решил взять сегодня эту линейку, потому что я ее люблю. Потому что к рукам прилипла, и она у меня на постоянке. Всегда мне это нравилось. Пришей его, наверное, уже где-то года два. Выглядит он достаточно еще прилично и бодро. Мыло побольше. Мыло, ну, наверное, сколько? Ну, года три. И за то, и за другое. И, кстати, и за третье. Я хотел бы сказать опасной бритве РФ спасибо. Ну, вот смотрите, сколько времени прошло. Оно чуть-чуть подтвердело. Но пахнет еще бодро, как будет в работе. Вот сейчас вот и узнаем. Но я не думаю, что что-то сильно изменилось за это время. Ну, и Мальбаро от Харрисов. Легкий, игривый, такой спортивный аромат. Я думаю, сегодня будет как-то кстати, потому что, ну, вот, надо же как-то компенсировать все те притурбации, которые вот сегодня со мной произойдут. Ну, все, пошли бриться. Не ожидали? Сам не ожидал. Ну, суть такова, что все бритье и выводы осталось без звука. У меня только два варианта. Первый это я что-то там не то сделал. Второй фигончил рекордер. Но факт остается фактом, что на рекордере звука нет. А тот звук, который записался на камеру, ну, это ни о чем. Потому что микрофон и так-то сам по себе слабенький. Ну, плюс еще камера за спиной стояла. Короче, звука нема. Ну, и всем любителям кошатников, раз уж записываю это дома, не смог не показать Масяню. Обратили внимание, насколько она степенная и важная стала? А причина проста. Потому что Ватсон, который уехал в город Новосибирск и сейчас живет в своей новой семье, где его и любят, и холят, и лелеют. Ну, вот сами по фотографии посмотрите, там, ну, блатует парень потихоньку. Не все просто, но там все уже нормализуется нормально, хорошо. Так вот, Ватсон, сколько он тут, почти 10 дней прожил, и вот у них случилась любовь. И мы теперь уже на какой-то, на вторую неделю, что ли. Так что мы готовимся стать мамочкой. Да, Масяня? Была котенком маленьким, одним единственным. А вот теперь станет мамуликой. Передавай привет всем кошатникам, Лизоньке. И всем, всем, всем. Ну, скажи хоть слово-то. Она у нас девушка неразговорчивая. Так вот, дорогие друзья, чтобы добру не пропадать и сделать хорошую мину при плохой игре, я попытаюсь хоть как-то выправить ситуацию. Понятно, что бритье будет без звука, но, тем не менее, это было очень важное бритье, потому что оно мне лично дало очень много. И давайте, знаете что? Давайте сейчас, наверное, хотя бы часть этого бритья покажу. Ну, естественно, все три прохода. Ну, а потом в конце, как обычно, уже сделаем выводы. Только в данном случае это уже будет по факту. Ну, хотя бы так что-то нормализуем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 брились по завершении по завершении я хочу сказать сергею сергеевичу спасибо за то что он не знаешь ради за ради чего там ради стеба куража или просто хохма чебучить прислал этот станок потому что потому что жим-жим определенный у меня сыграл но я сам себе для себя сделал шаг вперед я вот например точно знаю что зря я манкировал этим оттягиванием щетины во время бритья тэшкой это очень помогает сильно очень очень хорошо помогает во вторых не судите по внешнему виду потому что вот этот малыш как я только стал проводить вот впервые я честно сказать удивился потому что шел то он как взрослый все что его отличало от взрослого это вес сколько там 9 грамм да ну и то что малюсенький вот такой но вот этой зубочистки тыр 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 все остальное делал как взрослый и мы с вами честно выдержали три прохода и у нас это получилось ну на этом на этом разрешите с вами попрощаться постараюсь больше уделять внимание рекордеру чтобы он больше не допускал таких вещей но за это видео за это видео извините что он таком формате я больше всего жалею не о том что сейчас тапки посыпется иванов там видос комкал это нормально это ничего страшного я больше жалею что из-за того что не было звука во время бритья вы не услышали как бреет этот станок каким шорохом он срезает щетину там было что послушать ребята было прям ну мне понравилось мне понравилось ну все добра и счастья радости берегите себя берегите своих близких дай его бог здоровья пускай всегда всегда все будет хорошо ну и до новых встреч надеюсь от всей души надеюсь что следующее видео у нас еще найдется чем вас удивить ну все пока пока подписывайтесь на канал до новых встреч до новых встреч